В эфире Город С. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Я сразу хочу представить вам наших гостей и вы поймете, о чем сегодня пойдет разговор. Итак, у нас в гостях Иван Коплиенко, председатель Украинского национально-культурного центра «Промень». Более того, командир бригады связи и бригады МЧС, заместитель атамана станицы Северное Волжского казачьего войска, а еще и полковник российской армии, а еще и казачий полковник. Здравствуйте, Иван Иванович. Добрый день. Здоровенький был. У нас в гостях Александр Завальный, главный библиограф Самарской области, областной универсальной научной библиотеки, заслуженный работник культуры. Добрый день. Добрый день. Думала, тоже по-украински ответите. А добрый день также. И украшение наших сегодняшних гостей. Валентина Семененко, член Совета Украинского национального культурного центра «Промень». Здравствуйте. Здравствуйте. Вот об этом центре мы сегодня и поговорим. И прежде всего, наверное, что такое «Промень»? «Промень» — это «Луч». В переводе на русский язык «Луч». «Луч» — «Света». «Луч Солнца», «Луч Света». В 1992 году был создан центр, правильно я понимаю? Была инициативная группа в 92-м, а уже учредительная конференция в январе 93-го. Ну, в принципе, можно и так, и так считать. Угу. И какое количество украинцев живет сегодня на Самарской земле? Есть такие цифры? Конечно, есть. Сегодня 42 тысячи. Более 42 тысячи. Но это данные 10-го года, так что будем считать, что немножко побольше, да? Вот вы почему так тяжело вздохнули, Александр Николаевич? Ну, потому что при предыдущей переписи, 60 тысяч было где-то, сокращается. Серьезная разница. В 2004. Ну да, развал страны, Советского Союза привел к тому, что большая миграция переезжает. Люди переезжают из республики, из независимого государства в независимое государство, поэтому, конечно, статистика, она периодически меняется. Александр Николаевич, наверное, к вам первый вопрос. 17 лет назад, почти 18 уже, да, вы написали книгу «Украина в сердце моем», и я думаю, что, к сожалению, не читала, но думаю, что там, наверное, очень много... Сказка. Да, правда? Да, 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 в этом смысле. Очень интересная книга. В смысле, так надо к содержанию относиться. Я говорю, какой человек написал эту книгу замечательную, а Саша сидел в этом классе в 132-й школе. Вот так мы и познакомились. Там шесть занятий как раз украинской школы воскресной, в 132-й школе, но познакомство состоялось через книгу. Это как раз третья часть трилогии, посвященная самарским украинцам. Не могу не задать вам вопрос про историю, поскольку, ну, это, наверное, то, чем вы владеете в совершенстве. Ага, когда появились украинцы на самарской земле, да? Но они появились довольно поздно, если сравнивать с представителями других этносов. Капитально известно, что они появились в 18-м веке. Но ведь первым предсказанием о Самаре сделал в 1357 году митрополит Алексий, а он был сыном черниковского боярина Федора Бяконта. Потом существует довольно устойчивое летописное предание, что в 1670-е годы, когда было восстание Разина, в его войске служило много украинцев. Часть украинцев после поражения Степана Разина ушла на реку Большой Кеннели, там основало поселение. А в 1744 году там уже возникло официальное поселение украинцев, которое называлось Кеннель Черкассы. Черкассами называли украинцев по городу Черкассы, как олицетворение украинского казачьего. Ну, а Кеннель, соответственно, река. Основной массив украинцев появился в Самарской губернии в XIX веке. Началось интенсивное переселение с густо населенных, с переселенных в губернии Украины. И к концу XIX века было 120 тысяч украинцев в Самарской губернии, которые проживали примерно в 300 селах, слободах, поселках, хуторах. Зачастую давались говорящие названия. И, например, как переселенцы из Черниговской губернии назвали свое поселение Большая Черниговка. Более того, уже после, скажем так, 91-го года, когда стали создаваться гербы муниципальных районов, то Большая Черниговка взяла герб Черниговской губернии, чтобы не терять исторические связи с тем регионом, откуда появились первые переселенцы. К 1917 году число украинцев очень выросло. Ну, во-первых, было сильное движение населения в результате Первой мировой войны. Много было эвакуировано, много было воинских частей, в которых служили украинцы. И статистика где-то 320 тысяч человек было здесь, в Самарской губернии украинцев, к 1917 году. После февральской революции. Здесь, кстати, формировались чисто национальные украинские части для того, чтобы идти на фронт и сражаться с германскими и австрийскими войсками. Самарцы провожали с музыкой, со слезами, дарили знамена. То есть это были знаковые события для Самарской губернии. И интересный факт. Наверное, самарцы хорошо знают, что в свое время, когда болгары подняли восстание против Османской губернии в 1876 году, в Самаре было создано знамя, которое на следующий год, когда уже началась русско-турецкая война, в 1877 году, гласные думы Лайбин Петр Владимирович и городской голова Кожевников повезли и вручили болгарам самарское знамя как дар от всей русской земли. И вот когда болгария, придав общенациональные интересы, как посчитали, общеславянские интересы, как посчитали украинцы, выступила на стороне противников России, то болгары потребовали, чтобы Самарская дума обратилась в Министерство иностранных дел России и там востребовала назад самарское знамя в Самару, поскольку Болгария выступила на стороне исконных врагов славянства. Вот такой патриотизм был у самарских украинцев в 17-м году. Следующая самаро-украинская страница – это голод 21-го года, когда Украина собрала и передала для голодающих более 31 миллиона пудов хлеба. И только одна Полтавщина, не считая уже другие регионы, взяла себе на пропитание 10-10 тысяч детей полгарских. Это очень-то очень довольно серьезный шаг. Великая Отечественная война. Сюда эвакуируется очень много предприятий с Украины, с Днепропетровска, с Черкасса, с Одессы, с Киева. А самарские украинцы мужественно сражались на фронтах и трудились в тылу. Несколько человек стало героями Советского Союза. Можно даже назвать, например, это будет интересно. У больших черниговцев это был Сергей Зинченко, в высоклах Иван Зиненко, Иван Ефременко, Алексеевский район. Кстати, очень интересный факт. Первым героем Российской Федерации, здесь у нас в Самарском регионе, был тоже украинец. Вот Григорий Кириченко, Григорий Кириченко прапорщик, который во время первой чеченской кампании спасал ребятишек. Совершил 8 рейсов, спас 52 российских солдата, потом был ранен. И вот ему было присвоено звание Героя России. Вот такая краткая история у самарских украинцев. Я уже не говорю о том, что каждый из жителей нашего города, губерния, сможет по пальцам назвать знаменитых украинцев, фамилии которых на слуху, ну возьмите тот же Росовский Алексей Андреевич, человек, который очень многое сделал для Самары, и, по сути дела, его жизнь, это отдельная страница истории нашего города. Николай Патеревич Фоменко, создатель Куйбышевского, Самарского телевидения. Архитектор Алексей Георгиевич Маргун. Известный деятель российской культуры Светлана Петровна Хумарьян Белоноженко. И настолько уже вот эти украинские фамилии стали своими родными самарскими. Настолько самарские украинцы вписались в общую историю Самарского края, в культуру Самарского края, что практически мы даже не делим, общаясь между собой. Мы даже иногда не задумываемся, что это, в общем-то, люди другой национальности, но только они же стали своими для всех самарцев. Вот, кстати, сколько общаемся с вами, первый раз узнал, что вы тоже. Ну, слава богу. И вашу-то фамилию точно впишут в историю Самарского края. Только мне с вами. Иван Иванович, с 92-го года воды-то утекло, ого-го, сколько. И, наверное, те какие-то вот принципы и цели, которые были изначально при создании организации, они, ну, если не менялись, то, может быть, как-то трансформировались за это время. Вот на сегодняшний день, что вы своими основными задачами считаете? Для чего вот этот луч ваш освещает самарскую землю? Мне бы хотелось отметить, что очень большое наложило то, что я был на протяжении 11 лет командиром здесь полка. 73-й отдельно, командиром 91-й бригады и 228-му фунту управления, бригаду управления МЧС России. Да, именно в 91-м году, когда так вот получилось, что Советский суд рушился, я здесь был командиром бригады. Мы выставили, вынесли это все. Вот было все непросто, в том числе для меня. И майор в судьбе сыграл начальник штаба УКРА, генерал-лейтенант майору, который сказал, Ваня, послужи. Вот они не знают, что творят. Вот и мы тогда приняли группой офицеров, генералов, такое решение, чтобы помогать друг другу, поддерживать, бороться за то, чтобы семьи, за то, чтобы те люди, которые очень сильно переживали, что соединяется и становится страной Украина, были как бы в меньшей степени, вот это все переносили, тяжело. Вот, и я, начиная с 92-го года, 93-го, я всегда слежал, да, и он мне сказал, ты там будешь как комбриг, как бы их старший. Я отслеживал, как выступает, как проводилось вот, значит, создание про меня, как появился хор, как хор начал принимать, значит, филармонию выступал, участие и так далее. Безусловно, когда такие события случаются, они, по-честному, страшные события, потому что, значит, никто даже не думал и не гадал, что будет так. Так, поэтому люди, которые создавали про меня, это, конечно, святые люди. Вот Копенко Михаил Иванович, Старство Небесное, вот Бадыренко Андрей Васильевич, Кисель, генерал. Федор Герасимович. Да, Павел Иванович, и многие-многие, это святые люди. И те люди, которые пришли в хор, значит, другие коллективы, я считаю, что это тоже святые люди. И, безусловно, времена шли, значит, была воскресная школа для взрослых, было много таких проведенных мероприятий, очень хороших и красивых, значит, и межнациональных, и постоянно на сплочение. Вот. И, конечно, когда я пришел в 2005 году, стал председателем Совета, я отчетливо понимал, что у нас есть, значит, ветераны, вот Вигурска Вадим Дмитриевич, Сурина Татьяна Павловна, Белосуковец Полина Сергеевна, Долгихра Иса Марковна, и многие другие. Их была очень серьезная ответственность за то, чтобы те коллективы на Самарской земле, на Самарской области, которые были, украинские коллективы, надо было обязательно поддержать, найти возможности. У нас были моменты такие, что, к примеру, у нас не было, были периоды, еще не было ни воскресной школы, ни вдруг концертмирский не получал зарплату и так далее. Ну, а вы стояли. Более того, в последнее время, значит, при поддержке еще мэром был Дмитрий Юрьевич Азаров, мы получали определенное финансирование от Министерства культуры, определенное финансирование. И у нас вот здесь много-много, значит, фотографий, у нас пошиты самые современные, самые суперкостюмы, для того, чтобы наши артисты, так мы их назовем, для того, чтобы наши обычные, простые люди, которые трудились и были вообще-то на высоких должностях. Ну, значит, главным технологом Эдуард Ржевский, Вигурский Вадим Дмитриевич строитель был, Цонково Дмитрий Николаевич строителем был. И наша, значит, на заводе «Прогресс» Валентина Владимировна работала на очень серьезные, ответственные еще и должности. Вот. И вот они нашли в себе силу воли за очами, как же, Калина Георгиевна, как не вспомнить, вот, Евгения Царева, очень ответственная должность в Октябрьском районе. И они нашли в себе силы не только быть ответственными на работе, а нашли в себе силы постоянно встречаться по два-три раза в неделю, проводить репетиции. И мы сейчас можем с гордостью сказать, вот у нас есть план работы, у нас только ежегодно минимум 20 концертов, да и только наш порт. Но, правда, это же не концертный коллектив, правильно? Вот вообще можно называть какие-то, не знаю, направления, вот чем вы гордитесь конкретно? Ну, мы гордимся тем, что мы, прежде всего, имеем самые хорошие отношения, значит, со всеми законодательной и исполнительной властью для того, чтобы решать вопросы. Также мы имеем замечательные отношения со всеми национальными центрами, и мы не представляем, как можно, допустим, с кем-то там ругаться и так далее. Мы с мисками не ругаемся, вот, и мы считаем, что именно такое вот взаимодействие между руководителями национальных центров и национальными центрами дает только благо для жителей Самары, Самарской области. Иван Иванович, мы еще гордимся хором нашим, который тоже называется «Промень», гордимся газетами, которые мы выпускаемся, гордимся теми фестивалями, где мы выступаем, гордимся теми мероприятиями, где тоже подключается «Промень». Правильно? Поэтому все вместе. Но мы, прежде всего, я с этим абсолютно просто согласен, мы, прежде всего, гордимся тем, что мы всегда на всех мероприятиях, которые проводят области, и наш родной любимый город, мы всегда присутствуем. Принимаем. То есть вы считаете себя неотъемлемой частью? На всех, правильно, Иван сказал, на всех городских и губернских мероприятиях, на всех, День Города или какой-то праздник общегубернский, общероссийский, всегда присутствует коллектив. Это вообще не обсуждается, а то так должно быть. Валентина Владимировна, у нас, между прочим, наш хор украинского центра, вот самый большой хор из всех национальных народов. Самый известный. Самый, у нас самый крупный хор, в смысле, многочисленности. Вот я сижу, любуюсь, конечно, вами. А я потому что участница хора. Да, скажите, пожалуйста, вот вы участница хора, да, поэтому вы в таком красивом костюме. Это благодаря Ивану Ивановичу. У всех участников хора. Да, это заслуги, конечно, даже у головы. Так, для меня не поводить в сторону. У всех участников хора костюмы есть. А скажите, пожалуйста, а вот национальную культуру, национальные традиции в своих семьях, вот как вы, вот вы все, вы говорите на украинском? Конечно, мы разговариваем на украинском мове. Вот вчера только у нас был этот самый концерт большой, Клуб Победы. Полный зал был народу. Как всегда. Встречали очень нас хорошо, и все спрашивают, когда же вы еще будете выступать. Газеты лежат. Я так захожу, женщины слышу, разговариваю. Ой, да они сами не умеют на украинском языке разговаривать, потому что я открываю эту газетку и начинаю мечтать. Они так, ну это, которые там посторонние зрители были. Они удивились, я говорю, а как же, мы все знаем. Ну а дети, внуки, поколения же растут, меняются, передаются ли язык, песни. Вот что передается, это песни. Вот что передается, это песни. Ведь у нас в хоре не только украинцы, вот, которые выходят там с Украины или украинцы, а у нас и русские с удовольствием поют. И мордва, и чуваш, и татары, и все они с удовольствием учат русские, украинские слова. Мы им в транскрипции пишем, на русском языке. Да, и они прям, вы нас поправляете, вы не стесняетесь, чтобы было правильно все. Так что у нас, я так понимаю, что украинскую песню любят. Поль Робсон очень высоко ценю украинскую песню. Поль Робсон, они нравились. Поль Робсон, я очень просто на это надеюсь, и наши зрители думают. Тут самое главное, чтобы правильно выговаривали одну букву. С чего начинается родина? С картинки твоей буквы. Александр Якифорович, а видно ведь на украинскую культуру оказывали же влияние множество культур, и греческая, и византийская, и римская. Но вот она как-то сохранила? Да, она русская. Если Пушкин говорил, что русский язык, у него счастлива судьба, он был усыновлен греческим языком. Потом посмотрите, какое влияние, какой вплыв оказали украинцы в 17 веке на русскую культуру. Лихачев, академик, писал, что без украинского влияния не было бы русской культуры 17 века. Потому что и Феофан Прокопович, и архитектор Зарудный, и Киево-Мигелянская академия. То есть наиболее образованной частью тогда вот обширной Российской империи были как раз вот те земли, которые составляли Украину, Малороссию, как она тогда называлась. И оттуда пришло очень много людей и в просвещение, и в культуру, и в религию. Много священников было известных, украинцев по национальности. Поэтому взаимодействие оно было всегда и есть. И русские же взаимодействовали. Вы посмотрите, сколько дворянских родов в России имеет татарское происхождение, польское, немецкое. То же самое в Украине, то же самое в Польше, это в любой стране. Главное, что сохраняется вот этот национальный ген, когда передается, правильно здесь говорит Владимир Владимирович, передаются песни, передаются сказания, передаются традиции. Да, в каком-то поколении, скажем так, в семье, которая живет на другой территории, далекой от своей родной, дети многие могут уже не знать языка. Или, по крайней мере, он будет не таким чистым. Но предание, песни, сказания, литература, она сохраняется и передается из поколения в поколение. А значит, сохраняется культура. Я вот смотрю, вы нечто рукотворное с собой взяли. Да. Но эта вышивка является каким-то элементом национального творчества? Ну, конечно, вышивка крестом, это вот именно, вот, пожалуйста, этот самый. Это Валентина Владимировна старалась лично. Это вот лично мной вышито. Да что вы. Да, это все лично мной вышито. Это именно украинский узор. Еще хочу показать вот этих прекрасных лебедей. Это Капельенко Анна Алексеевна лично. Да, вышила. Я так понимаю, это жена Ивана Ивановича. Подарила. Да, да, да. За хорошее... За хорошее поведение. За хорошее отношение, как в армии, за хорошее поведение. Но для того, чтобы вот это все вышло, нужно, наверное, все равно же и знать вот эти элементы. Ну, вы знаете, мы даже собираемся, мы даже собираемся, как кружок такой есть, вот, это самое, вышивание или рукоделие. И кто не умеет вышивать, того учим. А это вообще-то, вот я не знаю, я, например, с детства, я с детства знаю, как это вышивать. Для меня не нужно было меня учить. Я сразу знала, как вышивать. Как шведский король умеет вышивать крестик. Да, да, серьезно, умею я вышивать. Ну, не знаю, жаль, что надо было вот проверить вас. Да, не вопрос его. Низку с иголкой ведь не взяли с собой. Но самое главное, в чем, есть определенные крайне серьезные традиции. Вот. И все-таки есть тяга, вот тяга к песне. У меня вот неси галя в воду, кроме слогнится. А заняевание, как баринок. А заняеванку, как баринок есть. Ну, и тоже изучение литературы, истории своего народа. Да, да, да. Но, что самое хорошее, то, что в Самаре много вот таких, у многих организаций ветеранских, люди вышивают и так далее. И когда оно вместе, мы не сильно делим по национальности. Наш крестик или не наш крестик. Мы переживаем за то, что если мероприятие есть, а там мы не представлены, то да, мы переживаем. Потому что украинская песня должна, тем более сейчас такое время, обязательно звучать. Луна и последствия. Не скажешь же, ребята, давайте, давайте. А взяли, запели. Мне кажется, вот тут уже не важно, кто на каком языке говорит, да, кто какого мировоззрения, вот это и обижающий момент. На Полтавщине, вот, если, если ты не знаешь песни своей маме, то ты забыл, что такое совесть. Пишешься? А вот эти планы, которые вы пишете, они как появляются, они как-то дублируются из года в год? Мы еще не сказали о главном нашем празднике, который ежегодно проходит этого дождь и на Тарас Заревышево. Мартия весится обычно в шевченковские дни. Что это за мероприятие? Это украинский поэт Тарас Григорьевич Шевченко. Он родился в марте и умер в марте. Да, 9-го числа и 10-го числа. Вот 9-го родился, 10-го умер. И вот эти дни мы называем шевченковские дни. И у нас всегда проводится большой праздник украинской культуры, куда съезжаются не только наши, а съезжаются со всей области. И из Тольятти приезжают, и из других сел приезжают, да, с района. Вот им она сейчас расскажет, у нас же отделение проме существует и в Николаевке, и в Слизерине, да, Иван? Да, да. Во многих, значит, районах существует, и там трудятся замечательные люди. Не говоря про Тольятти. Даже Николаевка Попова Галина Николаевна, вот, которая ведет три коллектива. Она с девочками занимается, да, приезжали вот недавно. Приезжали в ДК «Заря», выступили красиво. Вот, Преброженко, там семья Черных, Веры, ну, просто сказка. Вот, в полуднике на Черкассах, в полуднике глава администрации Радько. Молодой, но достаточно такой энергичный, интересный человек. У нас везде свои представители. В Киночеркасском Наталья Бондарь. Тольятти вообще шикарный тоже. А за Тольятти, можно сказать, там... Хороший, тоже хор хороший, большой. Там создан очень замечательный хор, который, как и наш хор, выступает везде. И много имеет различных наград. На всемирных... Да, между прочим, наш хор имеет звание народного коллектива. Молодежь-то есть в хоре у вас? Ну, а как же. Ну, приходит, 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 конечно. Ну, как и везде, возревает. Ну, молодежь сейчас будет не молодежная, как правило. А наше мероприятие, вот, до Казаря, 250 молодых людей, деточек выступало. Да, да. И пропитываются духом украинской культуры. И танцевали, что для нас очень важно. Танцуют с нами. Ну, что тут говорить. Александр Юрьевич, прежде чем мы споем, я очень-таки на это надеюсь, да, вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот кому все-таки это наиболее важно, существование вот такого центра? Нам? Вот мы имеем возможность знакомиться с украинской культурой, вот слушать ваши прекрасные песни, общаться. Или это важнее вам, как такое, ну, сердце, маленькая частичка Родины? Ну, вы же ответили уже. И нам, и вам. И вам, и нам, точно. Да. И благословение Самарской краи, где живут представители самых разных национальностей, самых разных конфессий, мы имеем возможность общаться с друг другом, понимать, чувствовать культуру, песни, душу другого народа. И от этого мы становимся сами еще богаче. И понимаем, насколько прекрасен мир, в котором столько красок, столько музыки. Только постарайся понять эту музыку, постарайся понять соседа, он поймет тебя, и будете жить счастливы, и хорошо? Мне кажется, вот это... Мы все-таки хотели, хотя пару фотографий показать. Вот я вобрел по Преображенку, пошиты новые костюмы при помощи министерской культуры. Вот мы встречали в ДК Победы, 200-летие, со дня рождения, Тараса Григорьевича Шевченко. На этом мероприятии присутствовал тогда мэр Дмитрий Юрьевич Азаров, сейчас уже губернатор, наш родной губернатор, Виктор Федорович Сазонов. Вот Михаил Иванович Карпенко, первый председатель. Поверьте, что это просто здорово. Здорово, когда люди видят, и мы проводим, вот почему так много концертов? Вот ДК Победы в этом году мы провели уже 8 концертов. Почему? И постоянно залы полные. Потому что люди нуждаются в этом. Я сам лично нуждаюсь. Я вот, к примеру, серьезно говорю, был в Драм-театре, значит, свадьба Малиновка из Полтавской области, приезжал с Оренбурга, в филармонии был Донбасс, я присутствовал. В общем, в этом нуждаются и те, кто приходит, и те, кто нас сидит. И зал встречал стоя, стоя, и нас стоя всегда встречает. Спасибо большое за то, что вы такие активные, за то, что вот эту культуру несете, и не устаете это делать. И я думаю, вместо прощания со зрителями, мы лучше послушаем песню, правда? Конечно. Надо слушать только песни, и все будет понятно. И все будет понятно, да, во всем мире. Хотелось бы, по-честному, еще сказать о тех активистах, которые сейчас трудятся. Но одним словом, в поле просто много замечательных, прекрасных людей. Все на энтузиазме. Да, и Ткачев сказал, и, значит, царева Женя Евгения, и Скворцова, значит, и Иржевский, Эдуард. И приходите на наши концерты. Будем, будем, и огромное заслуга в этом Иван Романович. Дунаю соловеще пече, Він свою всю хатину До гніздечка кличе, Ой, тях-тях, відтях-тях, тях, Соловеще пече, Він свою всю пташину До гніздечка кличе. А мужчины? А мы как раз и собираемся до гніздечка. Мужчины тоже могут спеть такую украинскую песню. На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. Им кто-то приносит букет цветов, и братский огонь зажигает. Вот видите, хорошо, когда голова и русский офицер, и украинский патриот, и житель, преданный Самаре, Самарскому Украину. Это наша великая Россия. Поэтому вот это все, что нас объединяет. Вот я, например, уже живу здесь 50 лет в Самаре. 50 лет живут наши гости на Самарской земле. Давайте мы с вами все-таки попрощаемся со зрителями. Она приехала по направлению, и я по направлению приехал. Увидимся в городе. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok